Привет! Ещё не надоело играть на посредственных серверах? Приглашаю тебя на сервер MinoriRP. Тут ты найдёшь приятное комьюнити, разнообразные профессии, уникальную карту, отзывчивую администрацию, приятный интерфейс и много, много всего нового. А также для всех новых игроков действует промокод на 1000 рублей. Присоединяйся к нам, тебе понравится. Здарова! Сегодня вас снова ждёт порция донатных долбоёбов и прочего быдла с DarkRP. А на экранах у вас я ввожу промокоды, которые даёт донат валюту. Они, кстати, будут в описании. Привет! Встань лицом к стене, я осмотрю на нелегал и иди домой. По дефолту, когда останется 380 сек, встану. Нет, там по-другому работает. Просто когда качей идёт, я уже имею право это сделать. Я тебя не собираюсь не сажать за что-то. Просто осмотр и всё. Я имею право не слушаться. Нет, ты, конечно, имеешь право не слушаться, но всё же. Ты себе проблем больше делаешь и мне тем самым. Мне хочется просто работать и всё. Да не особо. Окей. Вопросительный знак. Неподчинение. Этот стоит онлайн, себе крутит. Бать занятия, конечно, у людей. Ещё один. Что это? Травис Котчик кто это? А, это этот, Чипин Кост. А чём они дома в качата? Качей нету. Нет, так он был. Пока вы тут бегали. Когда? Ну и. Только что. Ну и дальше чё? Ну и дальше чё? Ну иди нахуй. В смысле? Да, есть имя моё. Впиши туда. В Дискорд. Ну и чё? Чего тебе? В чём проблема? Не пойму, ник какой. Ну как? Какая проблема? Ты мне скажи жалобу на чё? Подожди, я не пойму, как я двоих тэпнул. Потому что он на мне сидит, если что. А, ну встань и заспавнись. Какая проблема? Заспавнись. Ну. Какая проблема, я спрашиваю. Всё нормально. Ну. Короче, у тебя выходит на НРП. Ты спровоцировал полицейского оскорблением в кача. Чтобы он с тобой-либо погнался. Это было в кача. Я не оскорблял тебя нисколько. Ты послал нахуй полицейского? Вот, это на НРП. Послать нахуй полицейского, это не оскорбить полицейского. Нет, в правилах написано по-другому. Ммм, покажи правила тогда, в чём проблема. Ну, открой правила и прочитай. Ну, покажи мне правила, я не оскорбил полицейского никак, и даже не тебя послал нахуй, в чём проблема. В смысле не послал нахуй? Ну, не тебя послал нахуй, в чём проблема. А кого тогда? Я послал, иди нахуй. Кого? Ну, не тебя точно, блядь. Ну, а кого, если мы там были вдвоём? Ну, в чём проблема? Мы были втроём, был на меня ещё айсберг, если что. Но со мной-то ты точно один разговаривал. Да, он потому что сидит без войсов, в чём проблема. Он меня слышит. Ну вот, ты-то мне, получается, сказал, что ты со мной говорил. С чего вдруг я тебе это сказал, я это говорю вообще другому человеку, ты на себя приваливаешь. Потому что ты со мной изначально разговаривал, и в конце ты мне сказал, лади нахуй, и убежал. Я сказал на другого человека даже, если что. Нет, это неправда. Ну ты воспринял на себя, если что. Ты сам воспринимаешь на себя это. Махинация. Ко мне какие претензии? Я сидел с чём, общался. Ну с тобой я поговорил, потом после нашего разговора я побежал с... И я айсберга послал нахуй, в чём проблема? Нет, меня... Может, ты услышал к себе, воспринял? Ну ты начал, ну по мне потом учишь молять нахуй. Ебать, круто. Я тебе даже... Для тебя даже... Это вообще не было никакого дела. Нет, ты спровоцировал полицейского и убежал. Ты ко мне подошёл сам. Полицейского не подошёл. Я тебе ещё раз повторяю, я подошёл к человеку. Я подошёл и подошёл ко мне, доебался первый. В общем-то это всё бред, ебаный и пиздёж. И помимо ННРП у него выходит также и обман администратора. После этого он очень сильно обидится и будет делать какую-то хуйню на самом деле. Я так и не понял смысла этого. На следующий день я буквально раз пять, а то и больше доказываю админам, то что у меня есть разрешение на разбор своих жалоб, это первое. А также на то, чтобы использовать voice mode, это второе. Нет, там по демке видно то, что ты это мне конкретно говоришь. Как конкретно говорю? Я убегаю, говорю иди нахуй. В чём проблема? Ты воспринял на себя сам. Ты можешь махинацию выдать, нет? Да, чё такое. Сейчас я форму дам. Ну, какой у тебя максимальный срок? Какой у тебя максимальный срок? Так ты мне слушай, так ты мне это... Не скажешь, чё, как ты это? Как я-то на тебя сказал. Или ты мне скажешь? Ну, давай тогда 4 часа 10 минут, сейчас я дам форму. Ты меня не слушаешь, типа? Я тебе поспрашиваю. Оба хорошо, чё? Плюс? НРП. Нет, не в обидом. Да я не обижаюсь. Просто, возможно, ещё один полетит. Банности и ЕМ нижнее, подчёркивание ноль. Один, четыреста семьдесят три миллиона, триста восемнадцать тысяча восемьсот девяносто четыре. А, да, без проблем. Без проблем. Даже, может, так. Там эти 10 минут не роляют. Всё, спасибо. Допизделся, Челикс. А вы чё творите-то? Хулиганство. Для. Ну, ебать, ненормальный человек. Стоять, 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 стоять. Стойте, стоять, стойте. Лицом к стене. Стойте, стойте, стойте. Стой, стой, стой. Я в отеле даю. Нет, к стене. Выйди и встань. Выйди, встань. Выйди к стене. Подожди. Минута ещё не прошла. К стене встань, выйди. Ты не можешь, давай, стой, мать. А, вот. Нормально. Всё, теперь домой. Здравствуйте, у вас нарушения? Какие нарушения? Ты даун? У тебя нарушения? Какие нарушения? Острабление госсотрудника. Сумасшедший? А? Ай, мусор! В стене. В стене. Да ну, просто у тебя не соответствует голос. Буду тебе первое предупреждение отдать, ну просто... Да, есть. А можешь сказать свой исход, чтобы я это увидел? Ник в игре. Ну шо, свободен. Ох, блядь. Отойди. Да что за... Да завтра будешь эту хуйню открывать-закрывать, а? Ты же ради гула пизды получаешь с фулл-оружием. Сосать, блядь. Да, конечно, когда у тебя такие стволы, можно лезть куда, блядь, угодно вот. Да, мать буду, сука, здесь. Блядь, дядя, сука... Иди отсюда. Дай ему сейчас ебал, сломай, сука, если он зайдет. Сука, съебали отсюда, раз, съебал два. Че такое, блядь? Че ты больной, что ли? Откроешь дверь, я тебя еблю сразу. Ты шо, дэп? Убивай его, убивай его, убивай его. Убивай его, убивай его. Хуйло, сука, тварь, убийство, блядь. Сосать хуй. Бля, я спрятался... Я, конечно, сука, та еще. Я спрятался за микробандита, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я спрятался за микробандита, чтобы по мне урон не прошел. Ну, прошло там хп 20-30, может быть. Вот, вкупе с броней. Я тебя убью, нахуй. Я тебя застрелю, блядь. Ну, че-то, знаешь, никто не просил об этом. Блядь, я его убью. А зачем? За что? Почему? Я так и не понял. Нон РП, наверное. Да, Нон РП. Он еще и чела какого-то уебал. Ну, это АКР будет по правилам считаться. То есть, случайно убийство, которое... Как шальная пуля, вот. Шальная пуля попала ему в голову. Вот. 10 дробинок тоже было шальных. Короче, не повезло, не фартануло. Пожил и хватит, как говорится. Потом на город напали жесткие, крутые РДМщики с читами. Я так и не понял их мотивации и целей и так далее. Потому что они, блядь, буквально не могут выговорить даже нормально слово. Но ничего, и так за каждым из них придет свой санитар, ебанет им укол и дальше будут сидеть пускать слюни. Все будет нормально. Вы какие долбоебы, я просто в шоке. Просто пиздец. Блядь, еще один присоединился. Ебланы. Почему надели на вас наручники? Я не пойму, чё безрукие, что ли, на админах? Какого хуя они с этим ничего не делают? Магада. Ну чё ты, сын, бляди? Как дела у тебя? Вы же понимаете то, что я успею ливнуть из игры? Ну тогда у тебя больше бан будет. Или ты тупой не понимаешь этого? Пиздец. Да, МРД. Не, я убил всего лишь два человека. Да, нам похоже, что ты говоришь, что ты сделал. Ты просто приходишь и портишь. Да, блядь, у меня миша ебаная, блядь. Настрой нормально? Да, по таскухе. Закрой пасть свою, блядь, малолетний дерьмоед. Бля, нормально? Дерьмоед, ебаный мелкий, закрой пасть. Говорит, ты не имеешь права вообще либо рождаться, либо ебаласу открывать. Не до человека. Понимаешь, ты не имеешь права вообще на хуй. Да, ты не имеешь права ебаласу гнилое открывать. Ты же сын проститутки. Ты же понимаешь, что это наркер поебать? Ты же понимаешь, ты же понимаешь. Интересно, интересно очень. Ничего нового не слышал. Чё у него? Послал дыма? Да, мрдм нарушил гермоед мелкий ебаный, забаньте, пожалуйста, он заебал, блядь, из-за него нельзя нормально выйти. Ну, ебать, сидишь нахуй с чейнджером, который даже не можешь настроить, блядь. Да есть у меня, блядь, разрешение, забаньте мосрдмщика, или тебя больше волнует изменение голоса, блядь. У тебя нахуй чел, rdmid, сервак тебя, блядь, больше интересует, есть ли разрешение, и нахуй тоже, блядь, пиздец. Я теперь понял примерно, ну, логику этих челиксов, блядь, которые играют на админках, это пизда просто, блядь. У них вот на ладони три долбоеба rdmid бегают, сервер, им похуй, пока вот я писал, что-то еще делал. Именно это до пизды было, и понимаете, да? Именно это было абсолютно до пизды, и они только услышали голос измененный. А есть разрешение на вайсмода, блядь, иди нахуй за сервером, следи, а не за вайсмодом, пиздец. А здесь рейд или нет? Здесь рейд? Ай, да ебать, мать! Короче, он заебал меня уже, блядь. Ты нет? Ай, срэм, долг. Стой, у меня есть рп-причина. Да никакой у тебя нет рп-причины, свинья ебаная, ты заебал бегать и рдмить. Ты уверен? Нахуй, пошел. Уверен? Сука, реально же бегает и рдмить, и говорит, что какие-то рп-причины у него есть. Сука, назови мне рп-причину, почему тебя, блядь, родители не забиты. Пацаны, мем отменяется. Я думаю, все прекрасно все поняли, да? К стене. К стене. К стене, говорю. К спине? К стене. Не, нет. Неподчинение. Что, блядь? Привет, друг, на тебя подали жалобу, скажи мне, пожалуйста, за что ты его арестовал? Неподчинение требованиям госсотрудника. Ты же говори непонятно. Подожди, подожди, еще расскажи что-нибудь. Он не подчиняется требованиям. Ты используешь программу, я правильно понимаю? Да. У тебя разрешение есть на программе. Да, давайте сначала с этой жалобой разберемся. Он не подчинялся требованиям и просто стоял возле меня, когда мы говорили стать лицом к стене. Ты вообще ничего непонятно говоришь. Сначала сказал к стене, потом сказал... А ты сейчас слышишь, что я говорю? Я не говорил такого. Ну, сейчас пойдем на жалобу. Ну, то есть ты сейчас слышишь, что я говорю? Ну, что ты понимаешь? Просто смотри, он говорит то, что он так не говорил, а ты говоришь то, что он так говорил. То есть такая ситуация только сможет... Ну, сам понимаешь, разъяснить только демонстрации экрана. Видите, как? Ну, да, да. Ты тогда закрываешь, она закрываешь? Да. Все, ладно, приятной игре. Всего хорошего. И сейчас я узнаю у него насчет разрешения. Ник мы в дискорде. Вбей, посмотри. Ник в дискорде и просто глянь. Меня пока верни. Хорошо, сейчас, секунду. В общем, мои приключения назвать насыщенными вряд ли получится, но что есть, то есть. Вот, например, тут я заруинил ребятам рейд, думая, что это бандиты напали на чей-то дом, а оказалось, это были гостники в маскировке бандитов. Из-за того, что я одного из них затазерил, он не смог никому помочь, и его вместе с остальными заебашили на этом рейде. Ребята, извините, не хотел, правда. Игра закончена. Бля, я думал, это бандит, а это гос под прикрытием. Пиздец, я руина, сука. Затем меня снова тэпают на жалобу по поводу моего войс-мода и того, что я распорядился выдать бан за нон-рп и махинации. Доброго времени суток. Ёптет. Говорят, у вас разрешение на разбор своей жалобы есть. А ну, предъявите. Так, господи, сколько можно уже, да? Что? Не понимаю вообще, что ты говоришь. Да! Ник в ДС. Ну смотри, сейчас я захожу в лайф, ты заходишь в тот же лайф. Ладно, хорошо, да. Ну чё? Я пошёл. Чё ему, блядь, надо? Чё он доебался до моего войс-мода? Кто убил кого? Сука, опять этот ребёнок, блядь. Это же очевидный синдром лицом к стене. Обыск на нелегалу. Разговариваю, просто я говорю, идти нахуй, но я говорю, не ему, айсбергу, блядь. Привет, Андрей, вот мне скажут, что ты человеку выдал махинации, а у него их не было. Блядь, ты меня должны. Я тебя просил хотя бы доказать мне, что я говорил это тебе, блядь. А не нахуй. Тупо сказать, у тебя махинации, блядь, а потом попросту меня игнорить. Ну ты же не хотел слушать, что тебе говорят? Вот я тебя не слушаю. Сейчас у человека за нарушение. Чё? Он реально на эту хуйню пожаловался. По сути, да. Ну чё там такое? По сути, да. Ну где у данного человека были махинации, как он вас обманул? Ну он мне пытался доказать, что он якобы не мне это говорил. Я тебе говорил то, что ты воспринимал это на себя. Больше не на кого воспринимать, кроме меня и твоего друга, который сидел молча спокойно. Ну я мог бы спокойно сказать на друга, так как я и сделал. Ну разговаривал ты со мной, со мной начало. Ну я начал убегать, блядь, и сказал, идти нахуй. Чё проблема? Я тебе об этом говорил. Ты мне сказал. С чего я тебе это сказал? Потому что ты со мной изначально разговаривал, и потом ты начал говорить, типа, и что, а потом и нахуй. Диалог закончился, и я побежал, блядь, и сказал, айсбеку, идти нахуй, чтобы он проснулся. В смысле проснулся? Он же писал что-то ещё. Ну, относительно, я не помню, чтобы он писал. Ну ты вспомни, если у тебя Дэн как-то есть, посмотри. У нас демонстрация на его нарушение имеется. Он жалуется в данный момент. Пусть он покажет всё, что там было. Ну я так вот просто спросить пока что, а откат у вас имеется на его нарушение? Возможно, я не смотрел ещё. Ну хорошо идти пока что. Какой кринж, ебаный, блядь. Тебя просто на 4 часа откинули, шо себе, сука, не нравится? Ты до сих пор рассказываешь, что это ты не мне говорил. Блядь, чё за дебил, я хуею. Нормально вообще? Бэ больной какой-то. Хотя ладно, на DarkRP как бы все такие. Сначала он, блядь, на войс мод пожаловался. Ещё одна штука. Ну клоун, клоун. Вчера, понимаете, проверили, если не ошибаюсь, в его присутствии, что у меня есть разрешение. А чё, у нас сегодня пропасть должно было? Или что? Бля, вот это обиженные, кстати. Я тут не включён, я тут не участвовал, да. Вам удачи разобраться пока. Он нам угрожал, нет, он не виноват, он не виноват. Пусть он не виноват, он не виноват, он не виноват. Нам угрожали, он тот человек. Он не виноват, освободите его, пожалуйста. Сюда надо же. Освободите меня. Он наш охранник, он не виноват. Освободите его, пожалуйста. За мной, за мной. Выходите. Освободите меня. Я. Я. Комендантский час, покиньте, пожалуйста. Освободите, это мой парень. Это мой парень. А он, блядь, в наручниках. Он в наручниках, блядь. Ну, ё-моё. Извините. Ну, вы сами выбрали свою судьбу, ребята. У обоих будет ферр-п. Ой, блядь, да ёбаный в рот. У тебя ферр-п, потому что ты не подчиняешься человеку вооружённому. А у тебя ферр-п, потому что ты достаёшь оружие в ответ на вооружённую. Я говорю ферр-п, у вас у обоих. Один не подчиняется приказам вооружённого человека. Ты его без причины начал вязать. Да нет, с причиной. Оружие, возможно, нелегальное. Я его спас. Оружие, возможно, нелегальное. Ты стоял, смотрел на человека, который стоит лицом к тебе с оружием в руках. И достал на него своё оружие в ответ. А я охранник, я охранник. Это ферр-п. У вас у обоих бан. Тебе орут, что не он, ты его вяжешь. Ты сам понимаешь, что говоришь. А за что ты его за ферр-п откинул? Ну, не надо было доставать оружие в ответ на другого. Что, это не ферр-п, разве? Нет, ты стоял к нему сзади. Ты что, издеваешься? Я к нему лицом стоял. Нет, я видел ты сзади. Ты был повернут ко мне, а он сзади тебя. Нет, у меня нормальное видение. Да, это что-то не совсем. Это, кажется, плохое видение. Нет, у меня нормальное. Это у тебя, наверное, плохое там видение. Хорошо. Будь по-твоему. Далее у каких-то дебилов что-то дома взрывается. Я, как полицейский, просто обязан прийти и разнюхать вообще, что происходит, шо, где, почем и так далее. Я прихожу, спрашиваю, шо случилось у вас, у вас что-то взорвалось. Во время разговора он на эти вопросы нормально не отвечает, пока вписывает мне в крысу шедевр. Причину неадекват для увольнения. Я так и не понял, за чё. Я решил тэпнуть его, узнать вообще, какого хуя ты делаешь, скотина, мол, за что ты меня уволил. Что? У вас взрывы были дома. Что, что, мальчик? Взрывы были дома, говори. Да ходи поговорим. Говорю, взрывы дома были. Да ходи, все, бля, блядь. Так у вас всё нормально, у вас просто взрывы было слышно. Не, нету. Ничего. Что меня уволили-то, блядь? Неадекват. Кратос. В чём, блядь, неадекват? Юб. Я хочу узнать, в чём неадекват у меня был. Именно. Но ты меня уволил по причине неадеквата. А в чём неадеквата? Да ты меня оскорбил. Что? Так ты меня оскорбил. Тебя никто не оскорблял. Оскорблял? А чё ты свои жалобы разбираешь? Тебя никто не оскорблял, говорю. Просто я оскорблял меня. Ну, как я тебя оскорблял, скажи. Повтори просто, мне вот интересно даже. Что ж я такого сказал? Не было такого. Я вообще-то спрашивал, у вас что-то взорвалось, всё ли нормально у вас дома. Но оскорблять нет. У меня не было ни причин разрешения со стороны закона этого делать. Тем более ты... Так ты пошёл, начинаешь в окно нам кричать. Я спрашивал, у вас что-то взорвалось, всё ли у вас нормально, а не оскорблял кого-то. Такого не было. Ты что-то путаешь. А как ты узнал, кого уволить нужно? Вот этот. То есть ты, ну, игноришь вопросы нормально. Можешь пока отойти, пожалуйста? Так, я тебя буду игнорить, потому что ты саморазборжал бы делаешь. Хорошо. Я понял тебя. Первое предупреждение я тебе выписываю. Без игнора. Давай, отвечай на вопросы мои. Как ты узнал, что конкретно меня нужно уволить? А как ты узнал, как резать, что у нас взрывают? Ну, я находился рядом с домом и слышал звук взрыва. И я туда подошёл. Так ты подошёл, говоришь, у вас что-то взрывает, у вас что-то взрывает. Как ты мог за стенкой заметить, что он взрывает? Так прозрачные же пробы, алло, видно же, то что там что-то взорвалось. Я спрашиваю, у вас что-то взорвалось, всё ли нормально? Ты мне ничего не ответил и уволил меня за неадекват. Ты нормально, нет? Ты нормально подходишь и начинаешь покровать, как бы, кнову оскорблять меня. Да тебя никто не оскорблял, ты что, прикалываешься? Может, ты троллишь меня как-то? Я не понимаю просто. Тебя никто не оскорблял, мне подходил. В чём проблема твоя? Ебать, дебил? Дебил. В общем, ещё раз давай вопрос задаю. Как ты понял, кого нужно тебе уволить? Ну, имя ты как узнал. Тебя задаю вопрос. Я не знаю, поехавший какой-то МВ. Кратос. Куку. Ответ. Подожди. Что, подожди. Хорошо, я тебе выписываю второе предупреждение. Не отвлекайся от разборки и от вопросов. Телепортируйся все, пожалуйста. Челсом разборжал бы делать. Хорошо, третье предупреждение я тебе выписываю, потому что ты себя уже ведёшь неадекватно. И что неадекватного? Ложка. Ты игнорируешь все вопросы. Отвечаю. Ложка. Господи, ты успокоишься? Нет, я не могу понять, в чём проблема твоя. Сколько можно себя вести так? Разрешение есть. Слушай, ложка. Я просто услышал в квартире неподалёку с улицы взрыв. И смотрю, ближайшая к этому взрыву квартира, как я понял, вот там, где он сидит с своим другом. Я подошёл через окно, спрашиваю. Ребята, у вас нормально всё? У вас же взорвалось что-то? Мне никто ничего не ответил? Так ты же там сейчас обманываешь. Ложка, хочешь, покажи, что было. Он просто берёт и скрабляет меня. Я его уволю за неадекват. Он потом говорит. Это не было, не было. Где я тебя, как я тебя оскорбил? Ты нормальный? Это ты имя. Чё ты свой голос скрываешь? Боися. К моменту, когда мы пошли смотреть мою шедевродемку, у этого долбоёба было уже 4 нарушения. А именно, Фридемолт за то, что эта хуйня меня просто так понизила. Махинации за то, что он пиздит, мол, я его оскорблял. Неадекватное поведение, то, что он говорит, что будет намеренно игнорить вопросы администратора, который разбирает эту ситуацию, то есть мои вопросы. И помеха нон-РП разборки или же жалоби какого-то игрока, в том числе и моей. Но бездарного сына, бляди, никто за язык его гнилой не тянул, ещё что-то подпёздывать, пока я иду показывать демку администратору. И он выкидывает ещё одну какое-то говно и нарушает тем самым правила оскорбления администрации. А это пятое нарушение, а равно это рецидиву. Подымки с учетом, видно, как он меня оскорблял. А меня сейчас рецидив этот там вызывает. Закрой, ебло, уродец. Цвин, ебаны, блядь. А, видишь, да? Адм-1-2. А, видишь, что... 1-2. Да, да, да. Даже, может, я что-то не понимаю, у меня стрелили на русском языке. Я тоже не понимаю, я его нигде не оскорблял. Может, это ранее было, нет? Нет. Ну, с ним я точно не понимаю. А, ранее. Вот, сейчас, подожди, я тебе скажу. У них квартира, вот там, весь час или сколько я там играю, сколько там, 3 часа или 2, может, час-полтора. Вот. Я туда особо и не заходил. Видел то, что у них там, типа, какого-то ивента с рыбовиком. Ну, ты зашёл туда из-за взрыва? Да, да. Вот, это единственное раз, когда я обратил реально внимание. И до этого я с ним не пересекался. Я вот что единственное спросил. Ну, у вас взрыв. Нормально ли всё? Он откуда-то начал брать вообще про оскорбление. Всё, спасибо. Вы, наверное, скажете, но он же, может быть, говорил о какой-то другой ситуации. Но тогда почему он меня уволил в тот момент, когда я подошёл сюда с ним разговаривать? Стоять, ковбой. Стоять, ковбой. Стоять, ковбой. Стоять, к стене, ковбой. По какой причине-то нормальному? Неподчинение гусатрульника. Ты нормальный, блядь? Тюрма, тюрма, тюрма. Адекватный полностью, блядь. Ковбой, стойте. Почему вы не дома в комендантский час? Я иду домой. Давайте я вас проверю, и вы домой зайдёте. Да-да, конечно. Всё, быстрее домой. Стоять, ковбой! Стоять, ковбой! Знаешь, какую хуйню? Ковбой! Блядь, уже два раза феррерп нарушил. Больной? Или да? Здорово, у тебя феррерп нарушено. Ковбой. У меня феррп, а ты мне что-то сказал, встань лицом к стене или нет? Уже два раза так было. Нет, ты мне не сказал. Это было. Потом ты меня отозернул без причины, но не попал. Тем более ты видел то, что я разговариваю по телефону. Да, меня как-то вообще не волнует, с кем ты говоришь. К тебе полицейский говорит. Вот, чтобы ты встал лицом к стене. Разбор своей жалобы. В общем, почему ты не слушался приказов вооружённого? Разрешение есть? Ты что, ебать? Ты что, адекватный? Я, да, адекватный. И что это? Полностью нормальный, да? Ну да, я полностью нормальный. Ребят, не мешайте, пожалуйста, не мешайте, пожалуйста. Ты вообще неадекватный. Максимально. Да к мне, я нормальный. Ты меня сносишь, вместо того, чтобы затазерить. Ну ты же не подчиняешься приказам вооружённого человека. Кто знает, что у тебя на уме? Ты мне не сказал встать лицом к стене. Нет, я говорил. Ты мне это сказал? Нет. Ты мне не сказал. Нет, я говорил вообще-то. Если бы ты сказал, я бы это услышал. Я бы услышал. А что бы изменилось, ты бы встал? Неподчинение приказам госсотрудника в комендантский час. Ты бежишь куда-то, зачем-то. И не отвечаешь вообще на просьбы госсотрудника. Ты мне ничего не сказал? Нет, говорил. Ладно, в общем, я не вижу смысла продолжать этот спор бессмысленный. Ты не понимаешь, что я тебе говорю. У тебя выходит филерп. Или тебе сейчас выдам. Приятной игры. Картавая хуйня, блядь. Да вскрой ебло уже. Да, да, да. Да. Каптейн, кто это, блядь? А он что-то типа клоуна местного или что? Ну вот это вот пародия на человека. А меня тут ещё и пооскорблять решил? Не, я называю вещи своими именами. Да, да, да. Помимо, да, да, да. И, конечно, конечно, что-то будет дельное. Срогнул? Чехо, ахуа, чё ты мне тут на ухо чавкаешь? Ау. Я говорю, санитар твой придёт, тебе ебанёт успокоительное. Будешь опять слюни пускать. Всё как обычно будет. Не сын. Больной, ебать. Свин, тупоголовый. Ты сам себя слышишь? Недочеловек, блядь. Нормальный, да? Да, нормальный. Слушаем. Он в итоге, когда я вердикт вынес, оскорблять мне начал. У него АСАДМ. Ты полностью адекватный, да? Вот. У него выходит помимо ФеррерП АСАДМ ещё. Каптейн, чё это за хуйня? Это АСАДМ и ФеррерП с твоей стороны нарушено. То есть ты сейчас зажал микрофон и сидишь мне говоришь, что я ебаная собака, блядь. Это вообще адекватно? 55 ми. Не, я не говорил, что ты ебаная собака. Я сказал, что ты свин. В общем, у меня ещё один вопрос касаемо этой ситуации. Махинации. Нет, в смысле, я серьёзно говорю, что я тебя свином назвал и сказал, чтобы ты ебло закрыл. В общем, разобрались, поняли, что у него ФеррерП в обоих случаях, даже если он там якобы что-то не слышал, я всё равно был на достаточном расстоянии, чтобы можно было отреагировать на просьбы полицейского, встать лицом к стене. Но нашему долбоёбу строго похуй. И по этой причине у него выходят махинации, ФеррерП, а также оскорбления администратора, потому что его тоже за язык его ебаный никто не тянул. И в конце он выдал вот это вот, что в стиле, это не просто гнев, то, что сидит в очке. Ну, вы поняли, да? Народный умельца, пожалуйста, подставьте под его следующую фразу вот эту вот музыку. Это не просто гнев, то, что сидит в очке, какие-нибудь грозные смайлики, ещё лазеры с глаз, там, пламя, огонь, вот эти все крутые эдиты для ТикТока. Ну, вы поняли, да? А ты, ебанат, с ролика подойди к маме и скажи, что ты долбоёбом родился. Я взять эту скрипочку и сломать её могу. Боже, блядь, какой ты крутой, жёсткий. Ну, ещё чё-нибудь. Да, вообще. Ну, ура. Пиздец.